На третьем по счёту саммите в Вильнюсе Грузия и Евросоюз парафировали договор о ассоциированном членстве. Текст согласован с обоих сторон. Документ состоит из тысячи страниц, и в том случае, если Грузия удовлетворит требования Евросоюза, то окончательное подписание произойдёт в будущем году. Уже дана инструкция экспертам в Евросоюзе о том, чтобы произошёл перевод этого текста на языки 28 стран Евросоюза, и произошло бы также уточнение и согласование его с оригиналом. После этого последует окончательное подписание. С Грузией и Молдовой произошло инициирование соглашения, поскольку эти страны продемонстрировали серьёзные изменения. Подписание даёт этим странам возможность проведения политических и экономических реформ. Сегодня мы завершаем переговоры на долгосрочную перспективу о политическом ассоциировании и экономической интеграции. Теперь мы будем работать над тем, чтобы как можно раньше в будущем году произошла бы ратификация этого соглашения. Было подписано и рамочное соглашение о включении в Грузию в процесс управления кризисами. Хочу поздравить с Евросоюз и Грузию с включением Грузию в систему управления кризисами. Евросоюз является надёжным партнёром в управлении кризисами во всём мире. Миссия мониторинга чрезвычайно важна для безопасности и стабильности Грузии. Мы выражаем готовность внести свой вклад в телесохранение мира во всём мире. Вместе с тем, в Грузии документы о парафировании соглашения подписали представители Молдовы, хотя в отличие от Грузии Евросоюз отменил визовый режим с Молдовой. Добрый вечер. Студия РЭ предлагает очередную дискуссию. Сегодня мы будем говорить о соглашении, которое Грузия оформила с Евросоюзом. Вернее, осуществила парафирование, и все находятся в ожидании того, когда и как произойдёт подписание этого договора. Сегодня мы с гостями нашей студии будем говорить о том, как будет развиваться этот процесс, и какие ожидания могут быть у нашего общества с момента подписания и начала действия соглашения об ассоциировании. Думаю, что будет интересная дискуссия с Лашей Тувуши, с редактором газеты «Резонанс», с Ваночкой Квадзе, координатором фонда «Открытое общество Грузия», Георгием Абашишвили, ассоциированный профессор университета имени Ильича Абчавадзе, и с Георгием Лоркифанидзе, писателем. Большое спасибо за участие в нашей дискуссии. Мы слышим много эпитетов, как от сторонников, так и от противников ассоциированного соглашения. Является ли это окном в Европу, или это гибельный процесс для Грузии? Наверное, эта тема станет еще более острой в последующем году. Какие преимущества может принести Грузии соглашение об ассоциированном членстве? Возможно, мы начнем с этого нашу дискуссию, а потом перейдем к рискам. Давайте поясним обществу, чем является это соглашение. Начну по порядку. Того, что касается соглашения. Это соглашение, которое будет реально регулировать отношения между Грузией и Евросоюзом в течение 10 лет. Но, как вы верно заметили, в Вильнюсе произошло парафирование документа, что является своего рода символическим жестом парафирования о том, что обе стороны согласились с тем, что обе стороны заключают между собой соглашение. Текст завершен. Остается подписание, которое намечено на сентябрь будущего года. Это уже решено? Ну, да. И после этого должен произойти процесс ратификации. Это означает, что парламент Грузии и парламент Евросоюза, а также парламент и 28 стран, членов Евросоюза, должны за это проголосовать посредством жеребенки. Если провести параллели о соглашении между Евросоюзом и Грузией, оно было подписано в 96-м году и в силу вошло в 99-м году. Три года понадобилось для ратификации. Тогда в Евросоюзе было 15 стран, теперь 28. Поэтому этот документ войдет в силу, когда все стороны подпишут соглашение. Что касается вступления в силу, речь идет о торговых отношениях после того, как в сентябре будет подписан договор. Так что это естественным образом связано со вступлением в ассоциированное членство, начнет распространяться на Грузию принципы, которые предусматривают свободное перемещение людей, движение капиталов и товаров. Соответственно, этот процесс, который постепенно приближает нас к Евросоюзу, и в отдаленной перспективе Грузия может уподобиться странам Европейского объединения, таким как Норвегия и другие. Если судить о рамках, страны, которые не являются членами Евросоюза, но они пользуются всеми услугами, но они не принимают участие в принятии решений. Однако это не означает, что у Грузии в будущем не будет возможности того, чтобы обратиться к Евросоюзу с желанием отчленства. Соответственно, это процесс, который в определенном смысле осуществит реформу в стране и даст Грузии возможность встать на соответствующие рельсы, но есть возможности того, что если Грузия проявит инициативу и обратится с просьбой о членстве, мы... этот вопрос связан с 49-й статьей, о котором говорилось перед саммитом в Вильнюсе. В этой статье говорится, что любая европейская страна, которая удовлетворяет критерии, может обратиться с просьбой для объединения в Евросоюз. Грузия в 89-м году стала членом Евросовета, а критерием членства Евросовета является то, что страна должна быть признана европейской стороной. Соответственно, в любом случае, если у Грузии будет желание, может заявить о желании стать членом Евросоюза. Большое спасибо. А как вы оцениваете соглашение об ассоциированном членстве? Какого типа этот документ и насколько он существенен для Грузии сегодня? Я приветствую вас. Думаю, что это значительный документ. Помимо тех свобод... А вот мы говорили о четырех китах, о которых говорил господин Вано. Кроме этого, есть политическая часть, которая также предполагает определенные стандарты для страны, политические стандарты. Речь идет о правах человека, о медиасредствах, о политических свободах. То есть, этим документом мы приближаемся к западной цивилизации, начиная с системы образования и заканчивая правами детей, экологии, вопросами экологии. Да, это очень существенные вопросы. И на вчерашней конференции говорилось о правах человека, о правах детей. Это высокий европейский стандарт. В стране, где тысячи детей находятся ниже уровня бедности, вот такой стороной является Грузия. Вот такого типа соглашения нам нужны для того, чтобы правильно выработать правильный системный подход. И процесс развития, модернизации, демократизации, движения в сторону благополучия является именно для такого соглашения. Поэтому это очень существенный документ. Мы не должны забывать также тему визов, которая также является серьезной темой. Хотя о визах не было речи в Вильнюсе, прямым, так сказать, текстом, но с Молдовой были переговоры об отмене виз. У Молдовы открылось это окно. Мы работаем над этим. Возможно, понадобится нам на это два года. В 2015 году будет Рижский саммит, и мы надеемся, что к этому времени мы совершим те необходимые шаги. И я с надеждой смотрю на то, что через два года нам удастся либерализовать визовый режим с Евросоюзом. речь идет о том, что в течение трех или шести месяцев вы можете без визы находиться в странах Евросоюза. Это будет серьезным шагом вперед. Если говорить яснее, это выбор того, в каком направлении мы собираемся двигаться. мы не можем стоять на месте. Такова геополитика. Мы не можем стать ни Швейцарией, ни такого типа странами, которые могут сохранять нейтралитет. Мы в сложной ситуации и вынуждены принимать определенные решения, в какую сторону мы идем. Наш добрый сосед очень активно действует. У него есть намерение восстановить империю. если кто-то это не видит, то это его проблема. Что происходит в Армении, в Украине, в Молдове? Везде проблемы в связи с тем, что Россия проявляет чрезмерную активность. Поэтому это наш выбор. И мы должны выбирать, хотим ли мы опять идти к империи и иметь в его лице старшего брата. Или мы хотим цивилизацию. Поэтому парафирование этого документа является как раз шагом в сторону Европы. Господин Гоги, вы тоже думаете, что вот таким образом, такова дилемма? Я хотел бы обратить внимание на позитивные аспекты, чего мы ожидаем от ассоциированного членства. То, что говорилось до этого, я со всем этим согласен, но в том случае, если не хочется спорить. В принципе, о чем тут спорить? К парафированию шла страна в течение последних лет. И в этом для меня нет ничего удивительного. Спорить с тем, что проблемы создает северный сосед, на эту тему можно спорить с тем, что и в самой этой стране тоже есть проблемы. Это геополитический вопрос. Я хочу обратить внимание на другой аспект. Возьму на себя определенный риск, поскольку я не обязан говорить только политическими категориями. Вот пример Украины показывает нам цену договоров. Подписание договора там состоялось два года назад. Украине было заявлено, что она движется в сторону Европы. Но что сегодня происходит в Украине? Она стоит перед опасностью разделения. Делает ли это Россия, или сами украинцы, или донецкие шахтеры, которые составляют социальную базу Януковича, или украинские олигархи, или, допустим, фашистские лозунги украинских националистов? Это отдельный вопрос. У каждого своя позиция. Но факт, что Украина не представляется единым организмом. В случае с Грузией, какая тут ситуация? Мы де-факто являемся независимыми. Поэтому вопрос, который возникает, ходит ли Молдова как единая страна в Европу, или как локомотив. У меня есть у русских либералов и такая позиция, чтобы Украина стала бы локомотивом для частей России, которые позже войдут в Евросоюз. И Россия является членом Евросоюза, как и Молдова. Дело в том, что без такой геополитики вопросы не решаются. Мне не нравится слово элита. Лучше употреблять слово политический класс, поскольку, я думаю, у нас нет никаких оснований говорить о том, что лучшие люди управляли постсоветским пространством в течение последних 25 лет. Нет единства внутри самого политического класса. В Грузии этого больше. Фактически, есть консенсус относительно Абхазии и бывшей Южной Осетии. Какие могут быть опасности, помимо геополитических? Откроются границы, не будут визы. Если экономика и торговля будут развиваться, тем паче, единственное, кто может бояться входа в Евросоюз, допустим, порой говорят о таможенном союзе. Для меня не существует такого союза. Кто должен бояться Евросоюза? Это парадокс. Но, думаю, что бояться должны те, кто больше всего сегодня кричит в Киеве от лица грузинской депутации. Слушал интервью с господином Миндия Угрехелидзе на Кавказе. 13-я статья Евроконвенции говорит о том, что человек не может скрыться от тяжелого преступления. Я удивляюсь, почему те, кто громче всего заявляют, что мы хотим Европу, и которые участвовали в неблаговидных делах предыдущей власти, у них перед ними встанет эта проблема. Что касается народа, я не думаю, чтобы 75% было бы на референдуме. Можно повторить этот референдум, чтобы уточнить нашу ориентацию. Но это будет хорошо для народа, а не для того политического класса, который управлял Грузией в течение последних 10 лет. Вот они не видят этих рисков. Я имею в виду тех, кто громче всего заявляет о желании стать частью Европы. Я не имею ничего против этого. Но есть другой момент, что касается Украины и Грузии. Я думаю, что это цивилизационно-культурологический выбор. Это выбор между прошлым и будущим. Это выбор между гнилой интеллигенцией и современными интеллектуалами. Что эмоционально выплескивается на Майдане, на референдумах. Большое спасибо. Сейчас наша передача реклама. А потом мы продолжим беседу на тему о евроинтеграции Грузии. Студия Ре продолжает дискуссию. Мы говорим об ассоциированном соглашении между Грузией и Евросоюзом. Я Георгию передам слово, поскольку все участники высказали свою позицию в отношении соглашения. Тем более, мы хорошо знаем, что если задействуют соглашение об ассоциированном членстве, это будет означать начало свободной торговли, механизма свободной торговли, что связано с определенными рисками. Да, я не знаю такого процесса, который не сопровождался бы какими-либо рисками. Для всего характерен какой-то риск. Но поскольку мы говорим об экономических аспектах, я использую определенные цифры. Я буду говорить об экономике, когда для любого экономического процесса требуется оценка и анализ потерь и приобретений. Если мы сравним эти потери и приобретения, я не говорю об общих темах. По разным подсчетам, свободная и всеобъемлющая торговля, которая является частью этого процесса, и которую получит Грузия в результате соглашения об ассоциированном членстве, означает большие преимущества для Грузии. Это будет связано с расходами, как с государственными расходами, так и с расходами каждого отдельного предпринимателя. Но в конечном счете, от всего этого прибыли будет гораздо больше. И появится гораздо больше возможностей, чем та бесперспективность, которая ждет Грузию, если она останется вне Евросоюза, или если она войдет в какой-то другой союз, например, Евразийский. Что я имею в виду? Как правило, когда речь заходит об этой теме, то обычно говорят, что вот, допустим, экономика Грузии к этому не готова. Но что значит готовность экономики? Для любой экономики необходимы условия, чтобы она стала более эффективной. Рынок Евросоюза для грузинской экономики является возможностью проявления дополнительных стимулов, чтобы дальше пошло бы развитие нашей экономики. Например, оканчивающему школу необходимо поступить в ВУЗ. Потом, если он хочет продолжить свою деятельность в области науки, он продолжает учебу в докторантуре. Экономика Грузии сегодня как никогда готова к таким возможностям, к новым вызовам. В противном случае мы будем все время вращаться по одному и тому же кругу. Например, в результате одного нейтрального исследования, то, чего боятся в Грузии, что вот европейский импорт уничтожит все и вся в Грузии, можно подумать, что до сих пор импорт не доминирует в Грузии. Говорят, что когда начнется свободная торговля с Евросоюзом, европейский импорт войдет в грузинский рынок, и у нас не будет никакой возможности экспорта. Но в результате исследования, исследования свободных торговых отношений, экспорт Грузии будет три раза превышать импорт. В экспорте мы пойдем в сторону положительного баланса. Но необходимо учесть, что и сегодня у Грузии нулевое налогообложение на товары из Европы. Говорить о том, что Грузия от этого что-то потеряет, и что после подписания договора повысится объем импорта в Грузии, это совершенно нелогичное осуждение, поскольку у нас и сегодня нулевой показатель. Речь идет о том, что у Грузии появится возможность больше товаров вынести на европейский рынок. Кроме того, Грузия объективно становится в центре внимания серьезных инвесторов. Это могут быть и азиатские инвесторы. И те инвесторы, которые представлены в разных странах Евросоюза, они могут перенести свое производство в Грузию, или здесь создать свое производство, поскольку у них будет возможность в условиях дешевой рабочей силы, при условиях нормального налогового режима, и в стране, защищенном от криминала, перенести свое производство, создать продукцию, и с нулевым налогообложением присоединиться к грандиозному рынку Евросоюза, который является самым большим по показателю покупательной способности. Конечно, Китай является более многочисленным рынком, у него есть более многочисленный рынок, но там низкая покупательная способность в сравнении с рынком Евросоюза. Например, если судить по тому, сколько расходует отдельный гражданин, то, что является расходом граждан Евросоюза на продукцию, превосходит любой другой рынок во всем мире. Но вот меня интересует, некоторые бизнесмены, находящиеся также в политическом классе, они как раз критикуют то, что это создаст кабальные условия для грузинской продукции, чего они опасаются. Да, для большей части грузинских бизнесменов более приемлемым является российский рынок, поскольку решение качества продукции происходит не на основе действительной проверки, а чисто исходя из политических решений. Там, где легче можно что-то произвести, повидать старых знакомых, расширить рынок сбыта. Но на рынке Евросоюза им придется трудиться. Мы идем к тому, чтобы труд начинает приобретать значимость. Любой бизнесмен, создающий продукцию, если Евросоюз скажет, что этот продукт соответствует его стандартам, то для этого бизнесмена рынок будет открытым не только в Евросоюзе, но и в любой другой части мира. Продукция, созданная в Грузии, конечно, необходимо будет переоснащение, повышение качества этой продукции, но эти первичные затраты в конечном счете принесут гораздо больше пользы, больше прибыли. И можно сказать, что любой грузинский предприниматель будет иметь гарантию. Никто из Евросоюза по политическим соображениям грузинскую продукцию не будет вызволять. Никогда не будет опасности эмбарго для грузинской продукции, в отличие от российского рынка. И когда мы будем говорить о рисках, я еще вернусь к этому вопросу. Я хотел задать один вопрос. Как представители университетских кругов, у меня вопрос такой. Представим себе, что все эти проблемы решены, и Грузия становится членом Евросоюза. В идеальном случае, через два года восстановлена территориальная целостность. Представим такую идеальную картину. Существует Брюссель, евробюрократия. Меня интересует. Конечно, суверенитет остается за членами этого союза. То есть, где-то рассматривают структуру бюджета, потом в Брюсселе, как это происходит в Греции и в других странах. После того, как распался Советский Союз, за этим последовали разрушения филиала грузинской науки, расходы на науку не превышают 0,2-0,3%. Сегодня такая же картина. Все эти разговоры о Тенуарах, все это сводится к перетягиванию каната. У меня такой вопрос. После вступления в Евросоюз повысится ли этот процент? Будет ли какое-либо указание? Любое грузинское правительство повысит этот процент в топ-5? В Европе это 2-3%. У нас 0,2-0,3%. И почему-то это называется реформой. Можно ли ожидать от реформы, от Европы, толчка? Да. Наверное, этого мы должны ждать не только от Европы. Но может улучшиться ситуация. Вы говорите о бизнесе и бизнесменах. Европа может сделать многое, если захочет. Я хотел бы, чтобы этот процент повысился. Наверное, и вы не будете против. Грузинская наука и культура в реальности требуют и государственных вложений, и частных инвестиций. Ситуация в этой сфере очень тяжелая. Сегодня очень легко стать студентом. Реально, конкуренция очень низкая. Рабочих мест нет. Если все мы уедем за рубеж, то это другой вопрос. Я думаю, что этот процент повысится. Я, конечно, не жду от Евросоюза каких-либо директивных вмешательств. Я тоже не жду. Я думаю, исходя из общего фона, этот процент очень низкий. Эта тема, о которой мы коснулись, он касается миндальности. Не только политического класса, но и общества в целом. Господин Даша, что может последовать за ассоциированным членством? Тут речь пошла о науке, об образовании. То, что создает лицо страны. Соглашение было поздно опубликовано. Мы могли бы говорить на основе соглашения, положенного с Украиной, заключенного с Украиной. Мы знали, что существуют незначительные различия между соглашениями. И у нас были общие представления. Это соглашение касается многих сфер. От нас зависит, будем ли мы следовать этому соглашению и произведем его имплементацию. И подойдем к этому вопросу серьезно. Это будет способствовать развитию страны. В том числе и развитию системы образования. Поскольку речь идет о высоких европейских стандартах, которые мы должны установить в нашей стране, это не будет легкой задачей, но мы должны этого достичь. Когда мы говорили об экономической стороне, вот известный фильм Отара Йосельяне «Листопад». Помните, наверное, этот фильм? Ну, как мы это можем забыть? В чем там суть конфликта? Наливать ли вино желатин или нет? Должно ли вино быть желатином или нет? Я думаю, этот вопрос и сегодня актуален. Если мы хотим жить в фальсифицированном пространстве, где фальсифицированы продукты питания, что нам говорят европейцы? Они говорят, что вы едите. Это смешно и стыдно. Они говорят, примите какие-то правила, которые будут защищать и ваших детей, и ваших стариков, и установите эти правила. Нельзя не проверять то, что вы едите, что вы пьете. Или какой у вас воздух? Самые большие европейцы, они были против регуляции? Нет, я это не переношу в этот контекст. Хотя, если иметь в виду предыдущее политическое правление, они как раз говорили, что такие регуляции будут напоминать Советский Союз. Да, но оказалось, что нам необходимы регуляции. Я говорю простую вещь. Вы помните эту легендарную фразу? «Чтобы вы не продали в России, там можно и фекалии продавать». Мы должны жить по-другому. Чтобы нам удалось продать, необходимо уважать труд. Речь идет об уважении к труду. То, что ты делаешь, ты должен делать качественно. Да. Быть может, ты продашь какой-то фальсифицированный товар и заработаешь на этом. Соответственно, этот вопрос является вопросом нашего выбора. Какие действуют архетипы? Как мы видим наше будущее? В какой среде мы хотим жить? Книга, которую ты прочитаешь, не будет написана без души. Когда ты выпьешь вино, ты должен быть уверен, что оно не фальсифицировано. Там нет антифриза и каких-либо других отравляющих веществ. Я думаю, в этом вопрос ценности. Мы должны двигаться в этом направлении. И это является главным, когда мы говорим об ассоциированном соглашении, о свободной торговле и так далее. Поскольку на Западе все пошли по этому пути, в сторону уважения прав человека, его достоинства, к уважению его труду. А мы все время говорим о пенсиях. Это и является западной ценностью, что у человека должна быть обеспеченная старость. Поэтому мы должны сделать выбор. Мне кажется, мы сделали выбор. Но он нелегкий. Когда ты строишь дом, то, естественно, запачкаешься. Надо будет поднимать какие-то тяжести, запачкаться, поскольку это сложный путь. Но мы должны идти по этому пути. Будет и конкуренция. Вот пример регби. Можно быть в закрытом кругу и побеждать каких-то слабаков. Но лучше, чтобы открылись границы, чтобы мы свободно перемещались и стараться утвердиться среди сильных. Сегодня мы, быть может, слабые. Но если у тебя нет возможности побороться с сильными и включиться в конкурентную борьбу, то мы всегда останемся такими отсталыми. Но мы хотим развития, прогресса. И это соглашение, я уверен, дает возможность того, чтобы большими шагами двигаться вперед и добиться большего благополучия и жить в лучшей стране. Большое спасибо. После рекламы мы будем говорить о том, что необходимо сделать и какие опасения нас ждут на этом пути. А сейчас у нас время рекламы. Мы продолжаем дискуссию. Нас покинул господин Лаша. Хотя у нас не было такого спора, чтобы он в знак протеста покинул бы нашу студию. Но мы продолжим дискуссию, что должно сделать государство, общество, для того, чтобы соглашение об ассоциированном членстве не осталось бы просто мечтой. В первую очередь, должны быть оценены риски, которые будут сопровождать этот процесс. Я слышал, что власти думают в этом направлении. А как это должно произойти? Необходимо учесть все риски и оценить их. О рисках и об опасениях. Я вспоминаю, когда думаю об этом, до подписания соглашения, это и внутренние риски. Например, организации индивиды, которые будут говорить, что Европа, Евросоюз это не то пространство, в которое мы должны двигаться. Это внутренний риск. И второй риск – это Россия. Мы говорим о давлении со стороны России, которое... Мы знаем, 3 сентября президент Армении сделал заявление, и республика отказалась от евроинтеграции. Это выразилось и в том, что происходит в Киеве на Майдане. И что привело к движению Януковича в его отношении к движению в Европу. А также это проявилось в давлении на Молдову, когда вино, которое поступало в Россию, была запрещена его поставка. Кроме этих рисков, я не думаю, чтобы у России были бы другие какие-либо серьезные рычаги давления на Грузию. Но все же, я думаю, что наоборот, есть у него рычаги. Могу назвать несколько. Но риски, связанные с процессами в самом Евросоюзе. В первую очередь, с последующего года Европа будет больше занята решением внутренних проблем. И, наверное, меньше внимания будет уделять соседним странам. С одной стороны, 25 мая должны пройти выборы в парламенте Евросоюза. Чрезвычайно важно то, что к власти могут прийти ультраправые. 30% европарламентариев могут быть крайне правые. другая опасность в том, что должна поменяться Еврокомиссия, поскольку они исчерпали пятилетний срок. И, как правило, Еврокомиссары раньше покидают свои офисы и стараются найти себя в каких-либо других структурах, найти свою работу. Срок Еврокомиссии исчерпается в октябре. И, в-третьих, высший представитель Евросоюза Кэтрин Эштон уходит и его пост займет кто-то другой, так что там больше внутренние процессы будут более интенсивными. После вступления в силу Лиссабонского соглашения у страны представителей будет меньше полномочий, но надо полагать, что будущей стороной председателем будет Греция в течение последующих шести месяцев, а потом Италия. Как вы знаете, восточное партнерство является приоритетом их политики. Вот это риски, на которые я хотел бы заострить внимание. наверное наше правительство будет думать об этом и объективно оценить риски. Какого типа риски вы видите? Я согласен, что в Европе происходят изменения, упоминались ультраправые. Мы знаем, что несмотря на то, что мы не живем в Европе, это результаты демографических изменений, миграционных процессов. трудно сказать, насколько они в прошлом были ультраправыми, но миграционное законодательство многим действует на нервы внутри Европы. Это необратимый процесс или нет, я не знаю и неизвестно, чем завершатся выборы. Там тоже, наверное, будут свои майданы, но эта проблема существует. Я с этим согласен. Основная тенденция останется, но не думаю, чтобы Европа перешла в предвоенную ситуацию в 30-е годы. Но проблемы существуют. Они будут больше опасаться новых стран. Да, речь идет и об естественных границах. Я вспоминаю слова покойного премьера Грузии о том, что Грузия это Европа, но это не значит, что мы стали европейцами. Есть в Грузии люди проевропейской ориентации, но есть и те, кто не поддерживают этот путь. Просто эти люди по своему хабитусу и ментальности не являются европейцами. Политический класс еще может иметь какое-то одно направление. Например, если я буду большим любителем японской культуры и читать японскую литературу, это не значит, что я стану японцем. Возможно, мой внук станет японцем. Так что это внутренняя проблема. Но наиболее тяжелый риск это геополитические ситуации. Когда мы говорим об Украине, невозможно избежать вопросов геополитики. Армения приняла решение относительно пользу несуществующего таможенного союза. Мы же знаем, почему это происходит на самом деле и чего боится Армения. Это определенный инвариант. Во-первых, Турцию не принимают в Евросоюз. но они все же боятся. Трудно одновременно принять Палестину и Израиль в Европу. Я думаю, у Израиля было намерение вступить в Евросоюз. так же Молдова, которая наименее проблематична, и они хотят вернуться в пространство Румынии, хотя бы Абхазы также хотели бы вернуться в Грузию. Но многие этого не хотят, поскольку это означает разделение Молдовы. Поэтому геополитические риски существуют. Вы много знаете прецедентов, когда люди добровольно шли на уступки относительно территорий. Например, Кипр. А какой-либо вопрос разрешился на Кипре? Я думаю, там редко люди перемещаются из одной части Кипра в другую. Кажется, в 61-м году там начался гражданский конфликт. В 77-м году был пик этого кризиса. А сейчас 2013 год. Представьте себе какой-то продолжительный кризис. И греки и турки быть может играют в футбол, баскетбол. Они оба являются членами НАТО, но тем не менее между ними такие проблемы. Поэтому меня не удивляет выбор Армении. Не удивляюсь и тому, почему Азербайджан не знает, как ему поступить. Конечно, геополитические вопросы. Смешно, когда мы говорим о маленькой Земле в сравнении с космосом. Если пофантазировать и представить, что через два века к нам, допустим, прилетели инопланетяне, мы же не будем в отдельности воевать с ними. К сожалению, я не вижу мирных президентов доброй воли на уровне государств. Можно говорить о постсоветских элитах, я это говорю в кавычках, это слово употребляю в кавычках. Условно, это те люди, которые пришли во власть после распада Советского Союза. Я могу прямо сказать, что им я предпочитаю коммунистическую элиту. Там было хотя бы несколько порядочных людей, а про этих я и говорить не хочу. Но должна же родиться новая элита, но этот процесс идет очень медленно. Как я вижу, на это потребуется поколение. Спасибо большое. Вы, господин Георгий, перечислилил довольно большие риски. Да, риски, естественно, всегда есть. Я думал, что главным риском выбора прозападного пути, где больше этих рисков внутри или вне страны. Например, дефицит гражданского образования это больший риск или фактор России. Я часто думал об этом. Но факт, что существует и один и другой риск, но какой из них преобладает? я думаю, низкий уровень гражданского образования это большая степень риска при принятии серьезных решений. Вы думаете, при принятии решений могут не учитываться ценности? до принятия решения, если назвать принятием решения подписания соглашения, на внутреннем уровне до соглашения я предполагаю усиление авторитетов, за которыми многие пойдут. и эти люди будут исходить из авторитета, а не из его гражданской позиции. Часто люди от кого-то зависят, слушают чьё-то мнение и воображают, что этот человек говорит истину. И сами они не способны сделать какого-либо типа анализ. Я серьезно вижу дефицит таких свободно мыслящих людей в этой стране. Что касается конкретных рисков, называются экономические факторы. Какого типа риски могут возникнуть? Может ли существующий или несуществующий таможенный союз заявить, что он отказывается торговать с Евросоюзом со странами, которые заключили рафировали договор? Можно же теоретически представить такую позицию. Это означает, что Грузия должна отказаться на данном этапе от торговли с Россией. Чем это может сопровождаться? Думаю, что это небольшой риск. Сегодня из Грузии в Россию поступает всего 6% от общего экспорта. Конечно, это немало, но 6% это не та цифра, которая может разрушить экономику Грузии. Также мы в минимальной мере зависим от энергоресурсов России. энергетические рычаги у нее сокращены. Конечно, мы не должны дать России повод, чтобы нанести нам вред. Это зависит и от государства, и от грузинских производителей. Насколько грузинские предприниматели активизируются в отношении к российскому рынку, тем больше может повыситься риск потерь для страны, если Россия опять объявит эмбарго грузинской продукции. Трудно утверждать, что Россия этого не сделает. Поэтому грузинские предприниматели должны задуматься в течение предшествующих 10 лет, насколько они должны предлагать свои товары к российскому рынку. Я знаю, многие наши предприниматели, особенно винотелы, строят планы целиком с ориентацией на российский рынок. Вот это я считаю риск-фактором. Хотя я был бы рад, если бы эти риски оказались бы необоснованными. Большое спасибо. Эта тема, наверное, будет актуальной в течение всего предшествующего года. И мы еще много будем говорить относительно соглашения об ассоциировании для того, чтобы большая часть нашего общества, заинтересованные в этом люди, смогли познакомиться с этим процессом и с теми вопросами, которые касаются конкуренции, монополии, вопросов равноправия и других инновационных проектов, которые предусматривают это соглашение. Вот этим темам мы периодически будем посвящать свои передачи. Большое спасибо Георгий Лорд-Капанидзе, Георгий Абашашвили, Ивана Чиквадзе и Лаши Тулуши, которые принимали участие в нашей дискуссии. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Мы ждем ваших отзывов. Мы поставили акценты и будет очень существенной ваша активность. 3wstudio.re.org Вот это наша веб-страница. Высказывайте свое мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому